Ручки, крючочки, сеточка, большие лопухи, то есть они такие квадратненькие Прям такой проходимец-проходимец, как только не переворачивали, он падал Но опять же, никакого дискомфорта он не создает Ну, в принципе, все, что мы с вами любим, здесь у нас есть И полный привод Красота Здравствуйте, спасибо, что вы с нами Спасибо, что смотрите, ставите лайки, подписывайтесь и комментируйте, потому что все благодаря вашей активности Но перед тем, как говорить о Tank 300, давайте вообще поговорим о китайском рынке Потому что часто подходят клиенты и спрашивают, а можно ли, нужно ли сейчас покупать китайские авто Нужно, пора, стоит И давайте подробно Итак, по итогам 2022 года на китайском рынке были реализованы 26 миллионов 850 тысяч автомобилей На рынке США 14 миллионов 345, Индия 4 миллиона 763, Япония 4,797, Германия 2,910 Ну, для понимания, Россия на 19 месте, это 687 тысяч автомобилей В 2022 году Tank занимает 38 позицию, при условии, что на рынке Китая 100 марок с количеством 123 881 автомобиль При этом у нас только две модели у Tank, это Tank 300 и Tank 500 А Tank 500, кстати, мы уже делали обзор, можете посмотреть, у нас его накатали И вот на Tank 300 приходится 101 787 автомобилей То есть, представляете, более 100 тысяч автомобилей Ну и вообще данный выпуск, он будет не особо субъективный По той причине, что мне прям вот объективно эта машина очень нравится То есть, это рамный внедорожник, это полноприводный внедорожник Это прям такой проходимец-проходимец Но вот в течение выпуска мы с вами познакомимся, почему И, кстати, сразу скажу, приезжайте на тест-драйв, потому что после тест-драйва Вы поймете, что это один из лучших рамных внедорожников Я бы вам сказал, может быть, даже искал, что один из лучших рамных внедорожников на данный момент Которые присутствуют на нашем рынке Я думаю, вы понимаете, что здесь, конечно, машин много, но и народу много Спрос на данный автомобиль прям вот действительно большой Ну и мы с вами начинаем Tank 300 представлен в двух комплектациях Adventure и Premium У нас сегодня на обзоре будет комплектация Premium Итак, поговорим об оптике, начнем с передних фар Светодиодные дневные ходовые огни Светодиоды отвечают как за дальний, так и за ближний свет Свет на дорогу попадает через линзу Также у нас присутствуют передние противотуманные фары И задние противотуманные фары Также противотуманные фары являются подсветителями поворота То есть, когда вы крутите рулем влево или вправо Загорается левая или правая противотуманка, чтобы светить поворот Угол наклона фар регулируется электромеханическим способом За счет колесика, который располагается с левой стороны от руля И по функционалу У нас есть датчик света То есть, когда автомобиль определяет, что на улице темно Он включает ближний свет Как только становится светло, он его выключает И плюс у нас есть еще функция управления дальним светом Когда автомобиль определяет, когда вы едете на дальнем свете Что есть встречный транспорт, он выключает дальний свет Как только встречный транспорт проезжает, он его вновь включает А вот так выглядит наша задняя светодиодная оптика Под капотом Под капотом Открылся Дальше вам останется его только поднять Итак, под капотом На что мы можем обратить внимание Он был произведен в 2020 году Дальше 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 Коробка производства Дальше 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 От 1000 до 1500 километров допускается постепенное увеличение скорости автомобиля при соблюдении мер безопасности. Также танк предлагает программу помощи на дорогах. Вы звоните на горячую линию, вас консультируют. Если консультации недостаточно, к вам выезжает эксперт на место. Например, проткнули колесо, закончилось топливо, не можете открыть свой автомобиль. Так вот, вам подвезут топливо, вы будете только должны за него оплатить по стоимости тех заправок, откуда было куплено топливо. По замене колеса это будет замена вашего запасного колеса на ваше, то есть ремонта в дороге совершаться не будет. Если же есть поломка, которую нельзя решить на месте, то вам вызовут эвакуатор и довезут вас до ближайшего дилерского центра. Условия программы действия 5 лет, радиус действия это 500 километров от административных границ города до ближайшего официального дилерского центра. Если вы встали дальше, то, следовательно, эти 500 километров вы не оплачиваете, а все, что свыше, вы оплачиваете отдельно по тарифам того региона, в котором вам потребовалась эвакуация. Подвеска. Диски у нас 17 диаметра и поверх них резина 265-65. Передняя подвеска у нас независимая, пружинная, двухрычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя подвеска у нас зависимая, с тяга и панара, пружинная, рычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости. Итак, давайте посмотрим на автомобиль снизу Увидим, что у нас защита двигателя Металлическая защита бака Ну и также, если нужны какие-то еще дополнительные защиты Днище, обращайтесь в отдел доп. оборудования Они вам помогут подобрать В комплектации премиум у вас будет защита коробки передач снизу Кузов Он у вас может быть в одном из пяти вариантов расцветки Четыре из них за дополнительную плату Порядка 50 тысяч рублей А один цвет совершенно бесплатный Так что вы выбирайте то, что вам ближе Ну а чтобы понять, из чего состоит автомобиль Я попросил специалистов из Major Expert замерить толщину лукокрасочного покрытия Я вам скажу, что он у нас практически полностью оцинкованный Кроме крыши То есть все внешние элементы кузова оцинкованные Пороги, стойки, причем двери с двух сторон оцинкованы Крышка багажника с двух сторон Капот с двух сторон И даже подкапотное пространство тоже оцинкованы Вот только крыши у нас не оцинкованы Так что в отдел доп. оборудования Вот эту переднюю часть в бронепленочку закатать И вот будет счастье и радость Колесные арки Передние у нас частично покрыты пластиком То есть там есть металлический элемент Так что рекомендую до выезда из салона Их дополнительно защитить антишум, антигравий А задние колесные арки у нас полностью покрыты тканевой фетровой защитой То есть шума дороги попадать в салон не будет Вместе с автомобилем у вас будет идти вот таких вот два ключа С помощью ключа можно открыть, закрыть автомобиль Открыть крышку багажника и найти его на стоянке То есть нажимаете, он начинает мигать, ну а после начнет сигналить Ну а вообще я думаю ключом вы будете пользоваться редко Потому что у нас с вами бесключевое открытие и бесключевой запуск двигателя То есть вы подходите к автомобилю, вставляете руку, датчики считывают Вот и дверь открывается Кстати, бесключевое открытие на крышке багажника Когда вы им пользуетесь, оно открывает именно крышку багажника То есть двери остаются закрытыми Зеркала у нас с электроприводом, с обогревом И электрическим способом складываются и раскладываются На зеркалах у нас располагается камера, которая входит в сотрудничество камер 360 Также у нашего автомобиля есть подножки и рейлинги Рейлинги металлические Подножки металлические, покрытые пластиком И вот вы можете ехать вот так, ну или лицом туда, в общем, кому как больше нравится И наслаждаться окружающей атмосферой Несмотря на то, что пороги у нас с вами оцинкованы Рекомендую их покрыть бронепленкой Чтобы в момент выхода из автомобиля вы или ваши пассажиры Цепляя за порог не оббили краску Поговорим об интерьере Но перед этим мы обратим внимание на то, что у нас есть ручка То есть для всех, не только для пассажиров, но также и для водителя Есть ручка, это здорово, потому что для ранных высоких автомобилей Это необходимость, ибо без нее тяжело попасть Да, у нас пороги, которые позволяют легко попасть Ручка, и, кстати, для комфортного передвижения есть еще одна ручка Итак, верхняя часть у нас покрытая, не пойму, это эко-кожа или пластик такой мягенький В общем, что-то очень-очень приятное Ровный беленький шовчик После накладочка под алюминий Пластиковая Здесь все у нас так вот прям стильно модно Причем, обратите внимание, что с подсветочкой То есть не просто, а вот с подсветочкой Очень похоже на Mercedes Вот недавно GT снимал, и вот я вам скажу, там то же самое, то же самое В общем, ручка покрытая эко-кожей Вот, пластиковая изнутри Слева от перчаточного ящика у нас располагается крючок Да, максимальная грузоподъемность 3 килограмма То есть так раз, и мы можем, если что, его открыть Перчаточный ящик, выполнен из пластика твердых пород Имеет премиальное открытие Перчаточный ящик у нас с подсветкой Изнутри он у нас полностью пластиковый По вместительности листок формата А4 сюда входит как по ширине, так и по глубине Дверная карта вверх, это у нас мягкая эко-кожа Далее накладка из премиального твердого пластика Ручка открыть-закрыть Слушай, нижний пластик очень приятный Пусть он из твердых пород, но прям такой Дорого-богато И вот эта зона, с которой контактирует ваш локоть, покрытая эко-кожей И здорово, кстати, что ручка тоже покрыта Вообще, по дизайну, как и передняя часть дверной карты Дизайн прям бомбический Ну и продолжаем про интерьер Сейчас поговорим о сидениях Сидения у нас для всех комплектаций именно такие по форме Отличительная особенность только в материалах отделки Отделка интерьера черного цвета Отделка сидений искусственной кожи в комплектации Adventure И кожей NAPA в комплектации Premium Ну и отличительная особенность то, что с кожей NAPA у вас будет еще идти вентиляция Сидения у нас с вами с электрорегулировками по четырем направлениям, позволяющие двигаться нам То есть вперед-назад, спинка наклоняется, спинка поднимается Причем мы можем с вами делать сразу несколько движений Сдвигать сидений вперед и наклонять спинку Ну или назад и поднимать спинку Когда спинка наклоняется, она наклоняется вплоть до подушки сидения второго ряда То есть максимальный горизонт с этой спинкой уйти можно Причем спинка достаточно быстрая Раз и перевели пассажира в горизонт Значит, сажусь так, как во всех автомобилях То есть расстояние у меня будет кулак до приборной, до панели И обратите внимание на то, что в этом положении колени здесь практически не провисают То есть расстояние... да нет, вообще не провисают Расстояние от подушки до колена здесь четыре пальца То есть не могу сказать, что это максимально длинное сидение Но вот нету необходимости поднимать мне подушку То есть сидение сделано так, что комфортно сидеть длинно ноги Если я сдвигаюсь максимально влево, то сюда у меня встает четыре пальца Боковая поддержка здесь присутствует, но она такая, я бы сказал так, чисто номинальная По наполнителю достаточно мягкий Если вы сядете на боковую поддержку, никак она давить вам не будет Ну и никакого воздействия негативного от этой пластиковой накладки тоже вы иметь не будете Ну то есть широкие люди здесь смогут разместиться достаточно комфортно Но боковая поддержка, которая здесь присутствует, она у нас не жесткая То есть если даже вы на нее сядете, она не будет вам никак негативно давить Плюс нет никаких пластиковых ставок внутри нее Следовательно, опять же, говорю, никакого негатива от нее вы не получите По спинке мы поговорим на водительском сидении, там лучше видно С учетом того, что сидение у нас с вами не регулируется по высоте Расстояние над головой у нас фиксировано И оно составляет три пальца Опять же, при условии, что у нас с вами люк Да, люк уменьшает обычно расстояние над головой на два пальца Вот, представляете, у нас здесь три пальца над головой Я бы даже сказал, даже практически четыре Насколько комфортно длинна ноги Вот отодвигаюсь максимально назад То вот, как видите, даже пятками не достаю до пола И здорово, что ноги можно поставить близко к себе То есть, по постановке ног здесь прям все очень хорошо Угол правильный Между ногой войдет еще целая нога И здорово, что ноги могут стоять по центру Колесная арка в салон не попадает Габариты пассажирского кресла Танк 300 Ширина 50 сантиметров Глубина 50 сантиметров Ну что, настало время постучать Двери открываются Один промежуточный ограничитель Посадка самим за собой Просто так не сяешь Хорошо, что есть рученькая Подножка И вот мы уже внутри Значит Расстояние от колесной арки до двери Ну, здесь получается Два, полтора, два кулака Два кулака Итак, еще раз посадка Раз Два И внутри Расстояние самим за собой У меня получается Три пальца Ноги В принципе могут ходить Здесь такой подъем И получается Здесь сильно потянуть их не получается Я думаю, никто так сидеть и не будет А выдвинуть ноги можно достаточно легко Потому что у нас Воздуховоды Которые располагаются в ногах Они находятся в передней части автомобиля То есть, когда я сидение Ноги продвинул максимально вперед Нога вот здесь Ну, чуть-чуть провисает То есть, входит примерно два пальца Расстояние от подушки до колена Здесь получается три пальца То есть, по длине подушки В принципе, такие же, как подушки для водителя и пассажира Наполнитель здесь, по ощущениям, более мягкий Но, опять же, никакого дискомфорта он не создает Габариты второго ряда сидений Глубина 48 сантиметров Расстояние от подлокотника до подлокотника 132 сантиметра Спинка имеет такую небольшую боковую поддержку Вот они как будто вас окутывают Подголовник у нас высокий, да Чувствуется, что для всех Они продумали И, кстати, есть расстояние над головой При условии, что у нас с вами вот люк как раз Видите, вот Эта впадина появляется из-за того, что люк То есть, у нас как раз здесь примерно три пальца И вот в этом положении расстояние над головой у меня целых четыре пальца И я могу еще наклонить спинку То есть, это у нас максимально вертикально И, если нужно, уйду в максимальный горизонт Несущественное, но ощутимое Вот это вот наклон спинки И в этом положении расстояние над головой аж целый кулак Ну, вообще, вот чувствуется простор Почему? Потому что машина квадратная То есть, есть автомобили Вот, например, X7, GLS Не то, что там не просторно Но они сделаны таким образом Что по бокам они широкие А потом кверху сходятся конусом Не знаю, почему так делают Ну, потому что, наверное И вот, не помню, в ML-ке вроде Я задевал головой вот тут Ну, GLE Да, вот задевал головой за верхнюю часть Когда вот так вот ходил Здесь же, как видите, как внизу простора Так и наверху простора Это прям очень круто Что предлагается для пассажиров второго ряда? Ну, во-первых, ручки с микролифтом Здесь крючочки Дальше мягкие подлокотники Центральный подлокотник Подлокотник тоже хороший, мягкий, длинный С подстаканниками, которые с фиксатором Вот, находится на одном уровне Нет, правый подлокотник как будто бы пониже Но вообще, вот, комфортно ехать можно Разбросать ноги и наслаждаться У нас в спинках кармашки Воздуховоды Можете направить, куда вам удобно Ниже у нас располагается Два USB-разъема для подзарядки гаджета И трехдиапазонный обогрев сидений На потолке у нас светодиодная подсветка Троем мы здесь можем ездить Потому что у нас три подголовника Три ремня безопасности Отсутствует совершенно Ну, практически совершенно отсутствует тоннель И, следовательно, легко Можно перебираться слева направо, справа налево По центру ноги поставить не получается 46-го размера Лучше ноги поставить к своим соседевцам Но, опять же, даже по центру И почему даже по центру Сохраняется расстояние над головой Комплектации при нем Задние стекла у нас будут с тонировкой У нас, как видите, стекла не тонированы Но, если нужно, вы можете их затонировать В отделе ледового оборудования Стекла у нас открываются импульсным способом То есть, чтобы опустить или поднять стекло Вам нужно удерживать кнопку Когда стекло опускается, оно опускается вровень с дверью И вы, следовательно, сможете выставить руку легко Навстречу ветру Верхняя часть здесь жесткая В отличие от мягкой части для водителя и пассажира Безопасность Да, я тебе даже облакочусь Потому что тема такая интересная На втором виду сидений у нас есть фиксатор Для установки детских весел Система Исуфикс Четыре подушки безопасности в нашей комплектации И в премиум будет шесть подушек безопасности Ну, вообще говоря, о безопасности С учетом того, что более 100 тысяч автомобилей Продали по итогу 2022 года И там его хорошо тестили Они гоняли его в пески, в горы Как только не переворачивали, он падал Ну, в общем, машина себя показывает Очень и очень надежно То есть, действительно, они собрали его качественно Они сделали дополнительные усилители В верхней части То есть, вот его разбирали, смотрели Усилен То есть, в случае ДТП с ним, точнее, с вами ничего не будет Он-то, конечно, помнется Но вот те, кто внутри Останут целы по той причине Что правильно запрограммирована деформация кузова И вот все сделано так, чтобы Ну, новый уровень Действительно, это новый уровень Этот Тэнк, он сместил Премиальные внедорожники на китайском рынке Да и, в принципе, премиальных внедорожников на китайском рынке Продавалось очень и очень мало То есть, я посмотрел по статистике Но я так и не нашел что-то схожее Рамное на полном приводе Что имеет хоть какие-либо продажи Хотя бы 50 тысяч в год Вот, а этот 100 плюс Понимаете? Ну что, вот так выглядит задняя часть Тэнк-300 Начнем с верхней части Там у нас акулий плавник Разрегозающий воздух Это же антенна После повторителя стоп-сигнала Щеточка Обогреваемое заднее стекло Без тонировки Или премиум Или водильду по оборудованию Вам его затонируют Полноразмерное запасное колесо С колпачком На котором располагается камера заднего вида С омывателем Который входит в содержство камер 360 О том, как они работают Мы поговорим чуть позже Ниже видим у нас подсветку Светодиодную номерного знака Четыре парктроника Снизу располагается Однопоточная выхлопная система И две проушины Буксировочные Говоря, кстати, о тяговых возможностях Можно установить сюда фаркоп Это 750 кг прицеп без тормозной системы И 2500 кг прицеп с тормозной системой Крышка багажника у нас растворяется Кстати, напоминаю, да У нас бесключевое открытие Нажимаем на кнопочку И все, крышечка открывается Если что, крышку всегда можно зафиксировать Здесь есть специальный фиксатор Все, вы его зафиксировали И все, крышка багажника не откроется Ручки, крючочки И сеточка Далее, здесь у нас есть специальная площадка Правда, она полностью пластиковая Как и подножка На которую можно встать и забраться внутрь Вот, следовательно, да Можно сюда сесть Вот 100 кг спокойно Ну, я думаю, и 200 Он тоже выдержит Багажное отделение у нас правильной формы Оно у нас покрыто полностью тканью Следовательно, вот прям хорошо Большое количество текелажных крючков Или просто текелажных петель Или крючков В общем, кто как называет Далее, есть сеточка Куда вы можете что-то положить Розетка на 12 вольт Крючок А в комплектации премиум У вас появится еще розетка на 220 вольт Под фальшполом у нас скрывается Саввуфер И комплект инструментов И вот этот вот фальшпол Если мы рассматриваем комплектацию премиум Его можно будет использовать еще Как туристический столик Вот так сиденье мы сложить с вами не можем По той причине, что вначале нам нужно поднять Подушку А уже потом Сложить спинку И как видите, у нас сиденье складывается в пропорции 60 На 40 И когда сиденье сложено, у нас с вами образуется совершенно ровная поверхность Ну а сейчас давайте поговорим о габаритах багажного отделения Ширина дверного проема 96 см Высота 86 см По диагонали 119 см Расстояние от пола до потолка 93 см Ширина багажного отделения 107 см Глубина по нижней части 78 см По верхней части 64 см По диагонали 128 см Расстояние от крышки багажника до сложной спинки сидения второго ряда 150 см По диагонали 184 см Сиденье водителя отличается от сиденья пассажира тем, что у него больше регулировок То есть так же оно может сдвигаться назад вперед Спинка наклоняется, поднимается Но плюс есть возможность поднять сиденье вверх и опустить его вниз В комплектации премиум у вас появится еще возможность регулировать подушку То есть нажав сюда, у вас подушка будет поднята или опущена для нахождения оптимального положения Плюс у нас есть возможность регулировать поясничную подушку Надуть-сдуть и отрегулировать ее по высоте А по центру у нас кнопочка активирующая массаж Массаж работает по принципу надуть-сдуть подушки, которые располагаются в поясничном отделе Вот сейчас нахожусь в самом нижнем положении, расстояние над головой У меня получается 3 пальца Если я поднимаюсь максимально вверх Ну, вход получается порядка 4-5 пальцев То есть и здесь наверху чувствуешь себя прям максимально уверенно, да, потому что Вот даже я бы так ездил, если бы передвигался по внедорожью, потому что видно все И вообще говоря об обзоре, хорош, хорош Несмотря на то, что вот приборная панель на спорте Это вроде небольшое лобовое стекло, но вот какое-то ощущение присутствует такого простора Ну и плюс большие, достаточно большие лопухи То есть они такие квадратненькие лопухи зеркал Спинка, тут я на нее не посмотрел, а вот здесь посмотрю Значит, здесь она не имеет какой-то развития боковой поддержки Достаточно просторная, не могу назвать ее сверхширокой Но в принципе сидеть хорошо По высоте я их выше, боковая поддержка для плечей не присутствует Ну и как бы ничего страшного, потому что все равно я езжу здесь вот так То есть на пассажирском это более актуально, потому что нам хочется развалиться А вот здесь так и в принципе это не принципиально Но важно, что подголовник, обратите внимание, насколько он высокий То есть мало таких автомобилей, у которых высокие подголовники Это прям, прям хорошо Насколько комфортно разместиться длинноногими Отодвигаюсь максимально назад И вот в вытянутом положении нога, я скажу так, не очень удобно Прям совсем неудобно, то есть мне нужно подвинуться, чтобы было комфортно То есть вот в этом положении мне будет хорошо В этом положении, как видите, нога так же не провисает, как на пассажирском кресле То есть сидеть действительно удобно Плюс отсутствие боковой поддержки, которая бы нас сколвала Это все приводит к тому, что вот можно, если что, ноги разбросать Но вот так я ездить не буду Почему? Потому что только мыском правой ноге я могу нажать на педаль газа По этой причине мне нужно будет подвинуться, подвинуться, подвинуться И вот в этом положении я смогу разместиться Значит, левый подлокотник хотелось бы еще немного подвинуться, чтобы было руке максимально комфортно Да, вот так будет хорошо Наверху рука тоже, да, в принципе может лежать, она скальтываться будет, но не особо Но приятно, что верхняя часть мягенькая Верхняя часть мягенькая И вообще вот так вот сидеть хорошо Справа тоже достаточно удобный подлокотник Ну а подлокотники правилом мы чуть попозже поговорим Руль у нас многофункциональный, кожаный, регулируется в двух плоскостях То есть по вылету, причем как это плавненько делается, и по углу наклона То есть достаточно хороший ход Руль мне нравится, что он мягенький А мягенький почему? Да потому что у нас еще не просто руль, а руль с обогревом Вообще о теплых опциях чуть позже На руле кнопки слева у нас отвечающие за взаимодействие с мультимедийной системой То есть мы можем выбрать режим, будь то радио, аудио или что-то еще И дальше прокручивать треки и регулировать громкость Ниже кнопки, отвечающие за голосовое управление И ответы на звонки Ну и плюс можно выключить звук Говоря о голосовом управлении, оно у нас срабатывает, когда у вас подсоединен телефон То есть оно позволяет вам общаться по голосовому управлению с Siri Или с Алисой, или еще с каким-то помощником Справа кнопки, отвечающие у нас за взаимодействие с приборной панелью То есть тут вы уже можете прокручивать непосредственно Взаимодействовать с приборной панелью И кнопку, которую вы можете как угодно запрограммировать В нашем случае эту кнопку запрограммировали как обогрев рулевого колеса Руль у нас с электроусилителем, мы можем крутить им одним пальцем По количеству оборотов Раз Два Три Ну, три оборота Цифровая приборная панель 12,3 дюйма На нее вводится, в принципе, вся необходимая информация и даже больше Причем у конкурентов, например, у них нет возможности реконфигурировать Вот так, как можно это сделать здесь То есть вы можете выбирать, что вы хотите видеть, на какой части И это прям действительно удобно и хорошо То есть приборка здесь прям на ура И здорово, что эта приборная панель у нас располагается под козырьком Потому что вот большинство сейчас производителей делают просто планшет И вот всем, как говорится, лучам солнечным назло А вот тут вот экранчик закрыт козырьком таким единым И выглядит это прям очень здорово Ну и сейчас давайте поговорим о том, что нас окружает Еще раз, значит слева хороший мягкий подлокотник Блок управления стеклами Напоминаю, что у нас стекло с авторежимом только водительское на открытии и закрытии Остальные стекла у нас открываются и закрываются импульсным способом Слева регулировка яркости экрана Кнопка включения-выключения ESP Кнопка спуска, активация функции спуска с горы Выше у нас есть вот такой вот бардачочек для всяких мелочей, для всяких карточек А ниже распакается еще один органайзер Спрятать вещички есть куда Далее, по центру у нас вот такой подлокотник Под подлокотником у нас с вами вот такой вот органайзер Который вы можете сдвигать куда угодно Пространства под подлокотником достаточно много Плюс вы можете пространство под подлокотником охлаждать или обогревать То есть можете открыть вот этот вот воздуховод И вот сюда он будет поступать в холодный воздух Ну и следовательно прохладненько А здесь у нас подстаканник А два подстаканника с фиксатором Если что, подстаканник этим вы можете вынуть Организовав большее пространство Электрический стояночный тормоз, кнопка системы автохолд Когда эта система активна, вы выжимаете педаль тормоза И машина стоит даже в режиме драйв, пока вы не нажмете на педаль газа То есть это идеальная штука для того, чтобы стоять на светофоре Режим эксперта, кнопка выбора режимов Значит, здесь у нас с вами блокировка заднего дифференциала Если в комплектации премиум, здесь у нас появится кнопка блокировки переднего дифференциала Это у нас разворот, танковый разворот Дальше, круиз-контроль на малых скоростях И активация четырех камер, которая создает пространство 360 вокруг автомобиля Возможность выбрать один из нескольких режимов Но, правда, его включаем режим 4L Вот, и дальше можем выбирать один из нескольких режимов Грязь, песок Гора Камень Режим гора Режим ухабы И стандартный режим И вы можете выбрать один из трех режимов 2H, то есть наш автомобиль заднеприводный Режим 4H стандартный Для дорог скользкой поверхности И режим 4L, то есть у нас понижающая передача И вы можете выйти в режим эксперта И здесь уже непосредственно выбирать режим вождения, какой у вас будет Режим рулевого управления Комфорт, стандарт или легкий Настройка Систем Вот, ну и следовательно, все это взять, сбросить, например Или сохранять, давайте подтвердим Так что так все это, возможно, у вас может это так быть Место, куда вы можете положить свой телефон Ему будет здесь хорошо Розетка на 12 вольт Это не прикуриватель, это именно розетка Ну и тут у нас два USB разъема Один классический USB и второй USB-C То есть или в тот, или вот в этот вы можете Через этот подзарядка гаджета А вот через этот подзарядка и передача данных О кондиционере мы поговорим Климат-контроле чуть позже О теплых опциях чуть позже Кнопка старт-стоп, да, напоминаю, у нас Бесключевое открытие, бесключевой запуск двигателя Все тут присутствует О мультимедии тоже поговорим чуть позже Здесь зеркало у нас вот такое Обычное, понятное Дальше вот тут располагается разъем USB Для того, чтобы мы могли подсоединить видеорегистратор То есть, видите, не нужно никакие провода тащить А вот все уже есть Далее Здесь блок управления Цветодиодная подсветка И блок управления нашим люком То есть, люк мы можем открыть Закрыть, я имею в виду, шторку И непосредственно открыть на проветривании Или целиком открыть Причем люк достаточно большой Ну и выше располагаются кнопки Aero Glonass В козырьках у нас зеркало Зеркало с подсветкой У нас с вами дузонный климат-контроль Можем легко регулировать температуру Сделать горячо или холодно То есть, тут как вам удобно Единственное, конечно, я не совсем понял Как это делать Так, а правую А, то есть, это у нас скорость Это направление, куда у нас будет дуть Температура И можем нажать авто И она сделает все красиво Получается, непосредственно управлять климат-контролем Для пассажира можно только на С помощью сенсора Выходит так Двузонный Авто И можем взять все это дело Отключить У нас с вами есть обогрев И вентиляция сидений То есть, можем этим управлять здесь И вот здесь по центру Также располагаются Вместе с часами Кнопки, позволяющие взаимодействовать Так скажем, с нашей климатической системой А вот здесь у нас кнопка Обогрев передних сидений Ну и кнопка выбора В климат-контроле В зависимости Режимы туда, куда надо дуть И это все Причем, обратите внимание Очень красиво Все интегрировано В общую вот эту вот часть То есть, здесь у нас Воздуховоды такие Очень стильные, модные Куда хотите, направляете Вот, причем они не просто Они с подсветкой Понимаете, с подсветочкой С подсветкой Вот, ну это прям здорово Кнопки, отвечающие за взаимодействие С кондиционером С климат-контролем То есть, они у нас вот сюда Выведены физическими кнопками Это здорово Регулировать температуру Мы можем с вами Только, получается, для водителя Вот здесь на кнопками И скорость вращения вентилятора А вот, чтобы для пассажиров Вы должны просто сидеть С помощью тачи Регулировать это на приборной панели Говоря о теплых опциях У нас есть обогрев сидений Обогрев руля Обогрев лобового стекла Обогрев задних сидений Обогрев зеркал То есть, у нас полный Теплый пакет То есть, у других это Доп-опции И то не на все А вот тут все Причем, обогрев лобового стекла Он нитевый И нити прям до самого конца То есть, если снег будет Его сразу не будет И я напоминаю, что в комплектации Premium у вас появится Вентиляция передних сидений А сейчас будет у нас большой блок Мультимедийной системы Так что, если это вас Вас тема не интересует Переходите уже к финалочке Говоря о мультимедийной системе Она у нас 12,3 дюйма Отличительная особенность Комплектации Adventure и Premium В том, что у Adventure Будет 8 динамиков И сабвуфер Который мы видели с вами В багажном отделении А в комплектации Premium Будет 12 динамиков И также будет сабвуфер Но, правда, мультимедийную систему Мы будем с вами разбирать Из комплектации Premium Мы можем подсоединить Наш телефон Или через Apple CarPlay Или через Android Auto То есть у меня нет Apple Подсоединяю через Android Auto Просто захожу И что у нас здесь получается Ну, во-первых Мы можем подсоединить Навигационную систему Будь то Яндекс.Навигатор Или Google.Навигатор То есть подсоединяем телефон Можем активировать На навигацию Яндекс ToGIS Или Google карты Тут как бы кому что нравится Плюс он умеет читать сообщения Которые приходят к нам Или вот я пользуюсь Яндекс.Навигатором больше Тут как бы Сам определяет, что нужно Пишу домой И он меня ведет домой Все И также можете слушать Вашу музыку С популярных осифайтов То есть тоже все удобно Все перед своими глазами Мультимедиа Здесь вы можете воспроизводить Музыку Которая у вас будет передана Через Bluetooth USB Bluetooth Audio iPod USB Video Или CarPlay Ну и кстати у нас вот еще есть USB видео То есть вы можете легко Посмотреть Любой Понравившийся ролик Вот Причем Видео можете отрегулировать Будет ли оно работать В движении Или Не будет То есть это вы легко Можете сами определить Далее Bluetooth Это мы можем Подсоединить наш телефон По протоколу Bluetooth Настройки системы Звук Эквалайзер Звук 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 Кнопок Мелодия входящего звонка То есть можете определить То есть вариантов много Все и она будет у вас звучать Далее СМС уведомления Регулировка громкости То есть видите как все удобно И самое главное все На русском Далее Эквалайзер То есть вы можете настроить У нас напоминаю Harmon Audio Effect Тут как видите Тут вариантов Большое количество Сзади руководитель Водитель То есть вы тут Сами определяете Везде Технология Вот и тогда музыка будет звучать Прям совсем по-другому Итак Дисплей Настройка темы Выключение видео при движении То есть определяете Нужно выключить или нет Дисплей строки Состояния Список устройств Время и дата Языки Как видите выбор здесь Присутствует Кнопки на руле Выбираете кнопку И активируете В данном случае Она активирована Как обогрев рулевого колеса Объем памяти У вас 32 гигабайта памяти Которую вы можете использовать Так как нужно вам Закачать видео Закачать фото То есть как удобно Так и пользуйтесь Ну на самом деле 16 Потому что у 16 гигабайт Занято Заводские настройки И информация о системе Автомобиль Настройка освещения 5-10 Задержка внутреннего освещения Настройка подсветки Можете выбирать Какого цвета будет Ваше настроение И яркость Также подсветки Балкировка дверей Со скоростью Контроль усталости водителя Старт-стоп Сидение Подогрев Или вентиляция Или вентиляция Ассистенты вождения Настройка парковки Камера Калибровать И настройка радара Это можно все отдельно настроить У нашего автомобиля Есть 4 камеры Которые создают пространство 360 вокруг нашего автомобиля И парктроники Передние и задние И давайте посмотрим Как работает данная система При движении задним ходом У нас активируется Камера заднего вида Камера заднего вида С динамической разметки Причем, как видите Хорошего разрешения На нее даже можно поснимать кино При движении вперед У нас активируется Передняя камера И также камера С динамической разметкой Далее Включая поворотник У нас активируется Или левая Или правая камера Соответствующая Плюс мы можем с вами выбрать Какой облик показывать Да, то есть можем Вот так посмотреть Это такой ход Как будто прозрачная дорожная Прозрачная часть То есть, как видите Максимально низкое Расположение камеры И следовательно Мы видим Куда заезжают Наши колеса Боковой ракурс Причем, как видите Когда открывается дверь Сразу непосредственно Камера не выключается И мы даже можем Взглянуть внутрь Нашего автомобиля Включаем поворотники И также поворотники У нас отображаются На приборной панели Далее Если мы с вами нажмем Приближение Можем сделать То есть, раз И, следовательно При движении вперед Вот такой идеальный угол Для того, чтобы мы могли Видеть, куда заедут Наши колеса Вариаций по камере Большое количество Ну и плюс Вы можете выбрать угол То есть, такой Такой То есть, травы курсы Абсолютно разные Динамическую разметку Кстати, при движении Вы можете также взять И отключить, если вам нужно Вот, ну и плюс Вот такой вот ракурс То есть, вариантов Большое При большое количество Ну, а сейчас давайте Поговорим подробно О тех помощниках Которые могут быть Внутри вашего автомобиля Электронная система Стабилизации С расширенными возможностями ESP плюс TCS И RMI Система помощи При экстренном торможении БАС Да, эта система То есть, усиливает давление В тормозной системе Чтобы торможение Стало максимально эффективным Система помощи Спуска с подъемом То есть, вы подъезжаете К спуску Активируете систему И машина сама Начинает плавно спускаться Распределяя тяговое Тормозное усилие Для того, чтобы Вы не перевернулись Потому что, на самом деле По скользкой поверхности Достаточно сложно спускаться И нужно, так скажем Быть опытным пользователем А вот она сама Все правильно сделает Определить траекторию Чтобы все было верно И самое главное Безопасно Следующая функция Это помощь при старте На подъеме То есть, у вас есть Две секунды Чтобы перебросить ногу С педали тормоза На педаль газа В этот момент Машина не откатилась Функция автоматического Торможения на малой скорости То есть, у вас Автомобиль анализирует Пространство вокруг Если он понимает Что есть опасность А вы в движении На малой скорости Он вас об этой опасности Предупредит Не среагирует И он сам затормозит Система распознавания Дорожных знаков Автомобиль благодаря Камере распознает Дорожные знаки И об этом вам выводит Информацию На приборную панель Система контроля Усталости водителя Она работает по принципу Как фитнес-часы То есть, когда машина понимает Что долго вы не движетесь Точнее, долго движетесь Без изменения скорости Вот Она вам следовательно Об этом оповестит Что пора отдохнуть Поприседать Попить чашечку воды Функция помощи При движении по полосе То есть, автомобиль анализирует Благодаря камере Которая располагается Под лавовым стеклом Дорожную разметку И в рамках дорожной разметки Вас стремится удержать Вообще, зачем она нужна? То есть, она анализирует Дорожную разметку И в рамках дорожной разметки Стремится удержать автомобиль То есть, например Если закемарил водителя Рука пошла влево На встречку Он считал дорожную разметку Понял, что произошло переезд Он будет возвращать вас в сторону Даже вот это удержание в полосе Удерживает автомобиль Когда машина входит в поворот Да, вот так Есть, правда, определенные ограничения Данная система работает на скорости От 60 до 150 км в час И плюс, конечно же Для того, чтобы она была активна Нужно, чтобы была разметка То есть, если нет разметки Ей не за что держаться Следующий адаптивный круиз-контроль То есть, функции движения на малую скорость Ну, мы про круиз-контроль на малую скорость Уже с вами поговорили А вот адаптивный круиз-контроль Чем вообще она отличается от обычного? Обычный круиз-контроль Вы установили скорость С этой скоростью машина передвигается Неважно, есть ли передедущий автомобиль или нет А вот адаптивный круиз-контроль То есть, вы установили скорость Дистанцию до впереди идущего автомобиля И машина сама начинает адаптироваться К потоковому транспорту То есть, если впереди идущий автомобиль разгоняется То и ваша машина разгоняется Вслед за ним Если она тормозит То и машина ваша тормозит, тормозит вплоть до полной остановки Если передедущий стоящий автомобиль простоял более трех секунд Вам нужно нажать на педаль газа, чтобы начать движение Если же менее, то машина сама начнет движение Вот, кстати, вот так вот все здорово Если мы рассматриваем комплектацию в премиум У нас там появляется интеллектуальный круиз-контроль Но в отличие от адаптивного, он тоже адаптивный, но уже с интеллектом В интеллект, я так понимаю, они вкладывают то, что он начинает адаптироваться к стилю вашего вождения И плюс комплектации премиум у вас появится функция умного отклонения Она работает на скорости от 60 до 140 км в час То есть, вот смотрите, слежение за полосой движения Он просто вас стремится удержать по центру полосы А вот отклонение от столкновения, то есть, когда вы едете в полосе И тут мы понимаем, да, полоса-то у нас достаточно широкая для легковушек А для грузовиков нет И вот если машина понимает, что едет грузовик, например, едет, чтобы не попасть в клею Чуть даже залезая на вашу Он понимает, это будет совершать отклонение Отклоняясь от траектории движения по прямой Чтобы объехать вот эту вот опасность Минута субъективности Много цинка, хорошо Дизайн бомбический, как снаружи, так и внутри Проходимость, если мы рассматриваем премиум У нас еще появится передняя блокировка дифференциала Коробка Классический автомат Полный привод, понятный Два ритра турбо с чугунным блоком Тоже все понятно Качество материалов отделки на высоком уровне Опять же, все количество опций, которые нужны у нас здесь присутствуют Большое количество помощников Отличные камеры Регулировки руля Регулировки сидений Массаж Как я уже сказал, цинк Есть нюансы, да, конечно, авторежим хотелось бы у всех стекол Есть нюанс, хотелось бы, может быть, побольше второго ряда сидений Но, опять же, это все нюансы В остальном, вот именно, если вам нужен внедорожник Такой хороший, качественный, компактный внедорожник То, вот, честно, альтернатив на данный момент просто не существует То есть, есть танк 500 Танк 500 Но это уже такой большой Там по лошадям больше И по, ну, он сам Другой, другой А вот именно, вот, если такой проходимец На все случаи жизни То, вот, объективно, альтернатив Танк 300 Я вот так вот не вижу Так что, если все вышесказанное для вас То приезжайте на тест-драйв Знакомьтесь с этим автомобилем вживую И Танк 300 С покупкой вас Субтитры сделал DimaTorzok